Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Меня приводит в ярость, когда слышат, что мама с папой и его сестрой едут к нам. Практически каждую неделю у нас уже вошла привычка оставаться с ночёвкой. Бесит то, что купили квартиру полтора года назад. Однокомнатную и спать особо негде. Пять человек в комнате. Меня просто не устраивает за всё. Минус не убрать, приготовить. Я не привыкла к такому. У меня в жизни всегда присутствует дисциплина. Каждую субботу провожу генеральную уборку, потом вечером получаешь такое удовлетворение, что всё чисто, всё сказано. С комфортом. А с ними толку убираться, никакого уважения, где поели, там бросили, приезжать. Слово говоря, отдыхать. Причём ладно, два раза в год, каждую неделю я работаю. У меня всего два выходных. Я хочу отдохнуть, мне приходится со всеми возиться. Особенно летом, когда шара под тридцать. Кому приятно, в пятером в одной комнате. Ещё волнует такой вопрос. Когда покупали квартиру, его мама спокойно оформила на себя и своего сына. Меня никто не поставил в известность. Потом сказали, что якобы мы не расписаны. Сделку заключить было нельзя. Я стала бухгалтером и нашла хороший банк для рефинансирования ипотеки. Но его мама неохотно хочет соглашаться. Без неё сделать ничего не могу. Она выступает в роли созаёмщика. Господи, помогите. Либо ярость вырвется наружу. Всё отношение к ним сойдёт на ноль. Задаёт вопрос человек с именем Марина, поэтому мы будем обращаться именно так по данному имени. Марина, ну, во-первых, вам хочется посочувствовать, потому что там чувствуется, конечно, что накопилось много, вот, и чувствуется, что вас суши разрывает прямо-таки, вот, изнутри. Тут, конечно, к вам только сочувствие. Вот, вы знаете, не совсем понятно из вашего текста, вот, какую именно помощь вы хотите. Да? То есть, и, в общем-то, вы говорите, вроде бы, что вас волнует вопрос, вопрос, а вопроса вы никакого не задаёте. То есть, ну, нет вопроса. И, соответственно, здесь вы находитесь в такой, как мне кажется, достаточно... Интересная, я бы сказал, позиция, вот, когда, в принципе, любой ответ вам, вы можете, так скажем, оспорить, потому что вам может показаться, что это неправильный ответ, и что вам, например, хотелось совсем другого ответа, вот, и, соответственно, время будет потрачено зря, и по вашему мнению будет зря потрачено время, и нами тоже будет время потрачено зря. А этого бы весна, как вы, я надеюсь, понимаете, не хотелось бы, вот, поэтому, на мой взгляд, нужно всё-таки несколько уточнить, на мой... по моему мнению, нужно несколько уточнить, чего вы хотите от психологов, какой помощи вы хотите от нас, вот, там и там. Условно говоря, помочь вам, ну, допустим, поработать с своим чувством гнева, например, вполне можно, как бы есть, вот, даже то, что называется работа с гневом, да? Правда, у нас, в России, в России это не так популярно, как, например, в Европе или в Америке, вот, и там довольно часто используется это, ну, как бы, с, так сказать, перегибом, да? Вот, поэтому... Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, с гневом поработать, в принципе, можно. Если такое желание у вас присутствует, если, как бы, ну, вы хотите, например, да, то никаких проблем с этим нет. Если вы хотите работать именно с гневом, то мы вам можем помочь в этом. Если вы хотите гармонизировать отношения с мужем, мы можем также вам помочь, потому что то, что происходит, ну, вот, с вами или, можно сказать, между вами, ну, грубо говоря, с вашей семьёй, то, что происходит, это проблематика ваших отношений с вашим мужем, и, соответственно, непростроенность этих отношений, соответственно, не достаточность, как бы, ну, взаимопонимания, скажем так, между вами и, вот, вашим мужем, в данном случае является, на мой взгляд, довольно такой, я бы сказал, серьёзной проблемой. Но мне кажется, что вы и сами, в принципе, об этом знаете, вы сами, в принципе, об этом можете догадываться. Поэтому здесь история именно такая, да, то есть, вот, можно поработать. Можно поработать с вашими личными границами, чтобы вы более конструктивно, чёрко, последовательно и, так скажем, может быть, системно выражали свою позицию. Вот. Сейчас, опять же, вы этого не делаете, к сожалению. То есть, на данный момент, на сегодняшний день, вы этого не делаете, от чего, собственно, и страдаете. Вот. То есть, вы, грубо говоря, ну, не простраиваете свои личные границы, допустим, с мужем. Вот. И из-за этого, в общем и целом, страдаете и, собственно, вы, и, собственно, ваш муж, и, собственно, не смотря ни на что, и другие люди тоже. Вот. Хотя, там есть, в неё, якобы, сомнения свои моменты, да, но, повторюсь, обсуждать и говорить о, ну, моментах, вот, других моментах, допустим. Допустим, про ваших свекров говорить, или говорить про свекров, или говорить про их отношения к, например, вашим работам, вашим трудам, вашим усилиям, да. Ну, на мой взгляд, несколько бесполезно, вот, по той, в общем и целом, простой причине, что это люди, вот, ну, они, вот, они такие, какие они есть, и вряд ли они могут и хотят стать другими. Поэтому здесь всё достаточно прозаично. Поэтому изменить других людей вы не можете, а вот изменить себя вы можете вполне. Вопрос только заключается в том, да, хотите ли вы этого, и готовы ли вы к этому. Вот. Есть такой, такой аспект в данной, как мне кажется, ситуации, есть такой аспект, что вы боитесь испортить с ними отношения. Вот. И для меня это, в некоторой степени, в некотором смысле, для меня это вопрос. Вопрос именно прямой. То есть вы боитесь испортить с ними отношения, но в то же время они вас бесят. Откуда этот страх испортить отношения? Нет, я не говорю о том, что вы должны испортить с ними отношения. Вне всякого сомнения вы не должны, но мне кажется, что ваш гнев проистекает в том числе и потому, что вы по ряду причин почему-то запрещаете себе быть с собой. То есть вы по ряду причин почему-то не позволяете себе естественным образом выражать свои желания, выражать свои потребности, выражать свои ценности, в том числе своему мужу. Теперь, важный момент, на который хочется обратить ваше внимание, заключается в том, что прерогатива, так скажем, прерогатива обсуждать. Какие-то вопросы с родителями? Это прерогатива, на мой взгляд, как мне кажется, прерогатива это вашего мужа. То есть именно вашему мужу нужно разговаривать и доносить до своих родителей приемлемость или неприемлемость того или иного поведения. Потому что, понятное дело, что к вам родители будут прислушиваться в меньшей степени. Вы, конечно, можете с ними, скажем так, взаимодействовать. И, вероятнее всего, вы должны это делать. Но муж, как тот, кто ближе, на мой взгляд, должен доносить до своих родных людей, своих близких, как бы... Ну, границы, так скажем, границы ваших... Ну, границы вашей семьи. Вот. А сейчас этого, как мне кажется, не происходит. Поэтому речь идет в данном случае именно о доверии между вами и вашей мужью. Следующее. Вы, на мой взгляд, действительно не расписались со своим супругом. Вы действительно этого не сделали. И интересно, почему? Вот при, так скажем, сложностях взаимодействия между вами и его близкими, то есть, тот факт, что вы не расписались, вызывает определенные вопросы. Вот. То есть, вызывает вопросы вот, ну, в контексте именно того, насколько, извините, вы находитесь вот в отношениях. Дальше. Вы описываете, по факту, вы описываете свои, как бы, вот, претензии к родителам вашего мужа. Вот. Именно, вот, как бы, ну, свои претензии вы описываете. Но, а если, например, плюс-минус похожие претензии у вашего мужа к родителям, и что он с ними делает? Потому что, если, например, ваш муж привык себе это подавлять и привык просто, ну, вот, как-то, да, мириться просто с тем, что, например, его родители вот такие, то, скорее всего, он не сможет вашими защитить. И работать уже нужно вам, в первую очередь, с ним, вместе с психологом для того, чтобы данную проблематику решить. Вот. Понимаете, да? То есть, не центрироваться, не центрироваться здесь на вашем гневе на родителей, хотя он тоже имеет место быть, а увидеть, что вы просто, скорее всего, в данном случае конкретном, чувствуете себя весьма одинокой. Вы чувствуете, что вы одна. Вот. Что муж, он, как бы, вот, не очень, так скажем, участвует в, как бы, ну, вот, в семье, да, в жизни семьи. Хотя родители это его, его. Поэтому здесь позиция вашего мужа не ясна. Ну, и, наконец, последнее, что хочется сказать, это то, что вы описываете свое поведение к моему большому сожалению, как поведение жертвы, вот, как поведение человека, который перекладывает ответственность. Ну, на других людей. За то, что его беспокоят. И, на мой взгляд, это может быть весьма серьезной проблемой. Потому что за свои потребности, за свои желания, за свои ценности отвечаете только вы. И больше никто. Но вы, как будто бы, ждете от близких вашего мужа, что они начнут соответствовать вашим ожиданиям. Правда в том, что они начнут. А нервов вы себе способны уничтожить таким образом, ну, таким образом очень и очень много. И хорошего из этого для вас в итоге не родится ничего. Поэтому здесь необходимо, конечно же, что-то менять и, в первую очередь, в своем поведении. Учиться конструктивно, спокойно выражать и доносить свою позицию. Но, в первую очередь, разбираться в самой себе и налаживать отношения именно с вашим мужем. Потому что отношения с вашим мужем – это базис для выстраивания отношений с его родными. Еще один важный момент – это ваша дисциплинированность в плане чистоты. Вы сделали на ней акцент, поэтому я хотел бы также обратить на это внимание. Я, безусловно, не говорю сейчас о том, что вам нужно отказываться от идеи чистоты. Если вы ощущаете удовлетворенность, то на здоровье, слава богу и так далее. Но, говорю я немножечко о другом, о том, немного ли вы уделяете этому внимание. Я говорю о том, что не слишком ли для вас, например, это важно. Вот, если я что-то и пытаюсь в данном случае сказать вам, то, пожалуй, вот только правильно. Не слишком ли сильно вы зависите от чистоты. С точки зрения психологии, опять же, я должен вам это сказать. Что вот, с точки зрения психологии, человек беспокоится о чистоте, когда… Ну, чересчур беспокоится о чистоте. О чистоте, простите, о чистоте. Когда пытаются таким образом решить какие-то свои определенные проблемы. Когда пытаются таким образом компенсировать свои определенные трудности. Но надо ли говорить, что занятие это максимально бесполезно. Потому что таким образом проблемы не решаются от слова совсем. Поэтому здесь, конечно, ситуация, на мой взгляд, весьма и весьма, ну, как бы сказать так, весьма и весьма драматична. Потому что я понимаю, что, скорее всего, отказываться от приоритетности чистоты вы не будете. Потому что, возможно, это у вас свой образ жизни и так далее. Но в то же время, прошу заметить, не слишком ли вы вкладываете в это своих эмоций, своих переживаний, своих потребностей. Вот, то есть не проецируете вы, не переносите ли вы в чистоту, да, что-то связанное с вашей психологической жизнью. Но вот, то, на что мне хотелось бы ваше внимание на данный момент хотя бы просто обратить. Не ожидая, что вы как-то редко начнете что-то менять. Ну, это и не нужно, потому что такие вот быстрые изменения, быстрые перемены или даже как бы хаотичные перемены, они, как правило, ни к чему хорошему не приводят. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы что-то бы поменяли, но чтобы вы подумали о том, что я говорю, безусловно, мне бы очень хотелось. Вот. Также, хотелось бы обратить ваше внимание на реализацию. То есть, мне опять же показалось, что ваша квартира, ваша, ну, это при всей его важности, чуть ли не самая важная в вашей жизни. Это тоже наводит на вопрос. Потому что, если вы никак не реализуетесь кроме как обустройство вашего дома и создание уюта, это, конечно, серьезная проблема. Потому что здесь мы сталкиваемся с таким явлением, которое называется складывание яиц в одну корзину. Что делать, как вы сами понимаете, не рекомендуется. Легко и достаточно при забанковых ставках оказаться в проигрыше. И потерпеть серьезный, абсолютно неоправданный ущерб. Что, мне кажется, с вами и происходит. Поэтому здесь я бы рекомендовал вам также на это обратить свое пристальное внимание. Что еще можно было бы вам сказать? Наверное, наверное, на данный момент это все основные мысли, которые я хотел бы до вас донести. Наверное, на данный момент это все, что можно вам сказать. И кроме, пожалуй, небольшого предположения о том, что вы, вероятно, не слышите свои слабые эмоции. То есть вы привыкли, ну, возможно, замечать только эмоции сильные. А вот на слабые эмоции вы, как мне кажется, реагируете достаточно, ну, тяжело и неохотно. Поэтому вы замечаете только сильные чувства такие, как ярость. Кстати, вот тоже еще довольно интересный момент. Вы говорите про ярость. Вы говорите про ярость. Мне хочется вам сказать, что вообще-то ярость – это ощущение потребности в том, чтобы кто-то тебя обнял. Вообще-то ярость – это ощущение того, что нам хочется, чтобы кто-то нас к себе прижал. И, соответственно, у меня к вам возникает следующий вопрос. А как часто, если вообще часто, вы даете своему мужу, например, понять, что вы в нем как-то нуждаетесь вообще? Как часто вы даете своему мужу понять, что вам необходимо его, так скажем, сильное плечо, например? Как часто вы говорите, к примеру, такие вещи, как «помоги» или что-то в этом роде. Если вы о подобных вещах мужу не говорите, то вполне вероятно, что у него может создаваться такая иллюзорная, в какой-то степени, картинка того, чтобы вы справитесь со всеми, со всем сам. Это, как вы сами понимаете, не так вот. Ощущение ярости – это не совсем про злость. Ну, просто вот в данном случае, чтобы вы понимали ощущение ярости в данном случае, это про чувства в известном смысле обратного. В этом все. Я надеюсь, что у меня получилось. По меньшей мере, донести до вас основные свои мысли, которые мне казались и кажутся важными. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...